всем привет сегодня разбираю двушку в жилом комплексе от брусники в академическом районе на этот же к недавно мы делали обзор с павлом репиным можете посмотреть по ссылочке ну а пока двушечка поехали итак давайте посмотрим а можно ли сделать перепланировку в этой квартире а потом посмотрим можно ли что-то сделать без перепланировки глядя на все эти стенки и перегородки можно смело сказать что перепланировку сделать нельзя потому что судя по толщине этих стен они все несущие эта стена несущая эта стена несущая это шахта вентиляции да и вообще ванну увеличивать некуда справа кухня слева санузел и так санузел но в коридор мы не можем потому что где-то же нам надо ходить и попадать в кухню гостиную кстати у меня вопрос почему кухня гостиная самая дальняя от входа вообще-то пользуясь правилам огласит она так правило градации интимности помещения но короче говоря ближе ко входу должны быть самые общественные помещения то есть к прихожей самое ближнее должна быть кухня гостиная попросту говоря но потому что пришли гости нечего их мимо спален наводить вот они пришли зашли сели пообщались там посидели поели и проводили их домой все и вы дальше ушли там спальню а получается что все наоборот они идут мимо спален а там может кто-то отдыхать и короче говоря вот этот опыт может мешать но как есть так есть и так как я говорил раньше в трешке оказалось прихожая меньше чем в двушке и это плюс плюс для двушки что здесь именно здесь прихожая большая можно поставить большой вместительный шкаф вот собственно для всей семьи еще и для гостей место останется дальше мы попадаем в коридор из которого пошли двери налево направо это санузел ванна 2 спальни собственно говоря но и дальше кухня гостиная я начну с санузлов и с ванной вот смотрите в ванной у нас находится сама ванна раковина унитаз и стиральная машина стиральную машину я всегда рекомендую убирать из ванных комнат потому что они портят дизайн и внешний вид почему потому что этот такой техногенный прибор который в общем то но никакой красоты не несет он всего лишь навсего напоминает нам о бытовой стороне нашей жизни что вот нужно сейчас постирать потом погладить там полы помыть ну и так далее никакого релакса друзья а ванна это же комната для релакса поэтому стиральную машину переносим в санузел и оставляем здесь только в ванну раковина унитаз можно еще вдоль стены предусмотреть шкаф для хранения он не нужен глубоким всего лишь 20 сантиметров и вы абсолютно все там спрячете и так стиральную машину если мы переносим то получается что ставим ее вот сюда здесь вопрос надо посмотреть внимательно и померить рулеткой а будет ли открываться дверца и не будет ли она упираться в унитаз понимаете то есть если что то может быть унитаз нужно сдвигать к стене чтобы оставлять здесь место ну то есть стиральную машину прячем под единую столешницу которая вместе с раковиной и получается у нас такой гостевой санузел совмещенный с постирочной ну а что делать в ванной это она точно не нужна вот здесь такое бы изменение сделал идем дальше спальня видимо спальня родителей здесь сразу же бросается в глаза что шкаф узкий узкий шкаф и не надо делать потому что вы плечики нормально не повесите шкаф нормальной глубины 60 сантиметров 60 этого достаточно и оставшееся место под кровать а вот сколько места надо под кровать давайте посчитаем от шкафа до края кровати или от стены до края кровати нужно оставлять минимум 50 сантиметров но это минимум чтобы вот так более-менее как-то пройти лучше 60 а еще лучше 80 ну давайте по минимуму пойдем 50 сантиметров слева 50 справа это метр плюс ширина кровати сколько ширина кровати для вас приемлемо для кого-то не менее двух метров кому-то метр восемьдесят очень даже хорошо для кого-то и метр шестьдесят сойдет но вот метр шестьдесят это минимальный размер двухспальной кровати если мы пойдем по этому минимуму метр шестьдесят плюс полметра полметра то получается 2 10 до я правильно посчитал или неправильно по моему неправильно метр шестьдесят тут полметра тут полметра два шестьдесят 260 да и еще запас под шторы 20 сантиметров нужно оставить то есть 280 выходит что от стены до шкафа минимум должно остаться 280 плюс глубина шкафа 60 значит вот этот размер комнаты должен быть 340 вот такие вычисления математические делаете и понимаете влазит у вас сюда мебель или не влазит идем дальше а это рекламная пауза товарищи в которой я расскажу вам о своей услуге называется она разбор планировок дело в том что вы можете прислать мне планировку своей квартиры а я сделаю эскиз вашей планировки с учетом всех своих знаний которые я применю и сделаю так чтобы ваша квартира стала удобной функциональной и в будущем красивой ведь планировка это 50 процентов всего дизайна как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире обращайтесь ссылочка в описании детская комната ну здесь такая же история нужно ставить глубокий шкаф кровать надо оставлять там где она стоит потому что подальше от входа ничего напротив входа и головой лежать но напротив входа стоит стол за которым ребенок будет заниматься здесь собственно все понятно никаких изменений тоже здесь делать не стоит потому что уменьшать не надо 10 квадратных метров но это и так минимум но и коридор какой там остается через который мы попадаем в кухню-гостиную которая кстати почти 22 метра это на целых два квадратных метра больше чем в трешке друзья то есть в двушке общественное вот это помещение больше чем в трешке на мой взгляд не совсем как-то это коннектится ну да ладно 21 и 7 квадратных метра это общественное помещение что здесь примечательного а то что кухонный гарнитур находится как бы в нише с одной стороны это хорошо потому что можно закрыть кухню какими-то дверями шторами и все весь бардак остался там немытая посуда крошки еще что-то но мало ли гости к вам вы ждали ждали гости пришли вы всего наготовили убрать не успели надо весь бардак закрыть вот он идеальный вариант закрыли весь бардак еду на стол подали и гости у вас в красоте вот это хорошо а плохо то что там нет окна вот это конечно минус большой лично для меня я считаю что солнечный свет это самое главное что должно быть в интерьере и кухонный гарнитур не исключение он должен хорошо освещаться но здесь это невозможно кухня далеко от окна но вот видите есть плюсы есть минусы тут уж вы сами решаете что для вас наиболее важный плюс или минус дальше есть обеденный стол и диванная группа собственно диван и телевизор напротив я бы единственное знаете что добавил я бы добавил здесь наверное какой-то вот такой вот комодик очень люблю ставить отдельно стоящие комодики или какие-то тумбы или какие-то консоли на которой можно поставить вазу например с фруктами но вот стол тут же ваза с фруктами кстати и чайник можно поставить если что сюда за чаем далеко бегать не придется вроде бы такой знаете маленький штрих совсем маленький но он существенно изменит внешний вид вашего интерьера подумайте над этим но а на этом все друзья пишите вопросы в комментариях что вам непонятно чтобы вы добавили а чтобы убавили и вообще нравится вам такая планировка или нет это все в комментариях пишется дорогие друзья но на этом все подписывайтесь на канал жмите на колокольчик ставьте лайк всем пока да прибудет с вами муза